Сегодня в Новосибирск прибыли участники автомобильного крестного хода. Они едут из Магадана через всю страну, а закончат свой путь в Екатеринбурге, где сто лет назад была расстреляна царская семья. Тему продолжит Анатолий Харитонов. Колонна крестного хода въезжает на территорию самого большого собора Новосибирска, Троицы Владимирского, что на западном жил массиве. Верующие преодолели трудный путь. 12 июня стартовали из Магадана, затем по Колымской трассе, которая славится опасными перевалами, отправились в Якутию. Были порезы колес, спали мы в машинах, потому что там, собственно, и с ночевками была проблема. Само по себе трасса была очень сложная, потому что местами, там вот Тампонский район Якутской Сахар-Республики, там просто плохие, очень плохие дороги. На одном грузовике колеса прокалывали 17 раз, в фургоне 8 икон. В том числе царя императора Николая II, Казанской Божьей Матери, святой Елизаветы Федоровны и инокини Варвары с частицами мощей. Участники крестного хода дарят лики храмам. Изготовили мы по инициативе наших мамочек и меси детей инвалидов, это 15 поклонных крестов. Вы исходили из размера грузовика, у нас 4,20, 4,15 у нас получаются кресты поклонные, на них надпись «Господи спаси, сохрани Россию». Было испросано благословение по всему пути следования, так сказать, с установкой данных поклонных крестов. Один из них, деревянный, сегодня установили возле экспоцентра. При поддержке Министерства региональной политики, участники крестного хода побывали на экскурсии в Троице-Владимирском соборе, а также в духовной семинарии Новосибирской епархии. Завтра снова в путь. Следующая остановка – Омск. У этих людей огромный опыт автомобильных путешествий. В прошлом году на машинах, украшенных ликами святых, проехали десятки тысяч километров из Магадана в Донецк. С Тобольска вышел пешец царский крестный ход. Один крестный ход вышел со станции «Дно», где был предан наш император Николай Генераумий. Ну и вообще из многих городов они идут, крестные хода, и все будут соединяться уже и в Екатеринбурге. Крестный ход завершится в Уральской столице 17 июля. Там верующие спешатся, пронесут через весь город большой поклонный крест. Пройдут с ним 24 километра до Ганиной ямы, куда ровно 100 лет назад сбросили останки царской семьи. Анатолий Харитонов, Константин Менин. Новости ОТС. Субтитры сделал DimaTorzok